Всем привет, ребята! Меня зовут Диана и добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами поговорим о моих итогах 2020, а также о целях на 2021. Ну что, поехали? Let's go! Первое, что хочу сказать, это то, что действительно 2020 был нелегким. Мне кажется, все об этом знают, и всех это коснулось, пандемия, и на самом деле этот год войдет в историю. У нас, получается, было две сессии дистанционно, я в универе, все проходило онлайн, мы учились, получается, только в сентябре, вот, мы вышли только в сентябре до середины октября. Ну а так, вообще, карантин когда у нас начался? 13 марта, с 13 марта, а сейчас уже почти середина января, мы уже 9 или 10 месяц сидим на карантине. Не скажу, что это сильно так на меня повлияло, потому что я и раньше не ходила в какие-нибудь кинотеатры или кафешки, которые сейчас закрыты, но сложность была в том, вот эти очередя просто, это, мне кажется, она всю жизнь запомнит совсем, потому что это такой экспириенс, который мы пережили. Я просто не думала, что такое когда-либо может быть, что ты даже не можешь зайти в магазин, когда тебе захочется. Мы просто стояли под магазином, папа, когда вот эта вся была шумиха, и хотя бы купить продукты, потому что мы никогда так не накупляли такими количествами. И потом, когда мы услышали, что магазины могут совсем закрыться, хотя, слава богу, такого не было, но, знаете, у страха глаза велики, и папа просто стоял, чтобы купить какое-нибудь подсолнечное али, или же там сахара, или соли, ну хотя бы чуть-чуть, типа, потому что мало ли всё закроется, у нас вообще ничего не будет. Стояли по полчаса, по часу под магазинами, потому что в магазин там пускают 4-5 человек, хотя я не пойму такой фишки, если после каждого не протирается ничего, то всё равно потом человек заходит и трогает продукты этими же руками, и чуть-чуть это как-то было глуповато. А сейчас, у нас через пару дней ещё новый локдаун, и у нас вообще закрывают химотделы в супермаркетах, я не пойму, почему полка с кетчупом может быть открыта, а соседняя полка с зубной пастой уже перетянута лентой, и её трогать нельзя, не знаю почему. Мы купили там шампунь, средства для стирки, там зубные щётки, зубные пасты, потому что, типа, непонятно, насколько это будет закрыто, но это на самом деле как-то глуповато, и я общаюсь с людьми, со своими ровесниками, со старшими, и никто на самом деле не понимает этой фишки, зачем это нужно, и такое, но я вам скажу, что это повлияло на нас, как на студентов, потому что, на самом деле, было намного сложнее учиться, хоть мне и подошло, и я сдала две сессии на отлично, это просто прекрасно, я хотя и не знаю последней своей оценки, мне не сказали сейчас на этой сессии по последнему предмету, и так и не узнала свою оценку, ладно, но у меня всё было 90+, это просто оценка, а это прекрасно, я очень рада, но было сложно, не так как, вы знаете, когда вы ходите в университет, как-то так, на релаксе, вы вроде бы что-то пишете, а что-то можете не писать, хотя, ну, я всё пишу, но некоторые могут не писать, могут не посещать, и всё равно потом приходишь на экзамен, и тебе ставят более-менее хотя бы сносную оценку, а тут тебе нужно всё самому изучать, чтобы хотя бы написать какой-нибудь тест, потому что дают очень много тестов, потому что не могут спросить устно, хотя мне это очень классно, потому что я не могу просто устно отвечать, и слава богу, что вот так вот, потому что мы скидывали лабораторки, и потом эти лабораторки нужно было устно подтверждать, рассказывать, отвечать на какие-то вопросы, а здесь мы просто из википедии скопировать, ставить и отправить внизу под лабораторкой, там, ответы на три вопроса, и мы просто такие, фух, слава богу, что хотя бы устно иногда отвечать, потому что даже если ты что-то знал, ты просто выйдешь и будешь, боже, я всё забыл уже, ну, лично у меня такая какая-то это... Ну, я вам скажу, что я общалась с преподавателем, и, скорее всего, 2021-й также будет дистанционным, потому что даже если цифра года изменилась, то никто резко не вылечился, оно резко никуда не пропало, и, скорее всего, мы опять дома все будем сидеть, дай бог, чтобы хотя бы полгода, а не целый год, потому что в начале, когда нам сказали, я вам ещё скажу, что в январе 2020, в январе, я сидела, это было начало ещё, по-моему, там, первые дни после Нового года, я листала, сидела ленту Инстаграма, и там было что-то типа, там, в Китае 40 заболевших чего-то, это какие-то мемы были, и я думаю, боже, что за вброс, типа, даже если это и правда, хотя в мемах чаще всего какая-то выдумка, чтобы просто сделать как можно больше комментариев под публикацию, но это всем понятно, но это смешно, окей, ладно, не про эту тему, а просто иногда такие какие-то вбросы, там, про космос или ещё что-то, а тут я думаю, ну, ладно, даже если и правда, то, типа, это от нас далеко, это нас не касается. На самом деле это коснулось всех, на всех континентах, на всех континентах уже есть эта фигня, и на самом деле это очень опасно, потому что у нас в универе несколько человек уже погибло из-за этого вируса, и насколько кажется, что это так не страшно, насколько оно близко, и ты каждый раз можешь заразиться, поэтому, ребята, действительно, не пренебрегайте этим, пожалуйста, ходите в маске, пожалуйста, меньше контактируйте с людьми, если оно на самом деле вам не нужно, также протирайте руки, всегда это нужно было, чтобы руки всегда были чистыми, никогда меня с детства как-то научили не держаться за поручни лишний раз, в каких-нибудь маршрутках, троллейбусах, также, когда идёшь по ступенькам, не нужно держаться за поручни, ну, также, конечно же, приходя домой, снимайте с себя грязную одежду, мойте руки, мойте лицо, максимально как-то абстрагируйтесь от этой обстановки, и, да, действительно, меньше ходите в людных местах, потому что это не настолько важно, насколько важно ваше здоровье. Окей, ладно, переходим к следующему вопросу, и это вопрос, итог 2020-го, наверное, самый приятный для меня, один из самых приятных, я начала канал на ютюбе, на русском языке, также я начинала на английском, но я там сделала два видео и оставила всё-таки, потому что я решила, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, и решила всё-таки вложить все свои силы для начала в русский, потому что, на самом деле, ну, это мой всё-таки родной язык, и намного легче развиваться как-то на русском, и поэтому я решила вкладывать силы в русский канал, и сейчас у меня, на данный момент, когда я снимаю это видео, я проверила, сейчас у меня 616 подписчиков, и мне кажется, некоторым может показаться, что это, на самом деле, маленькая цифра, но это очень важно для меня, и представьте просто, в количестве людей, сколько это 616 человек, это, на самом деле, огромное количество, я всем благодарна, просто всем моим знакомым, которые... у меня не было ни одного знакомого, который сказал бы, зачем ты это делаешь, или же как-то посмеялся, чего я боялась, знаете, вот такого хейта, какой-то негативной реакции, ну, как мы всегда, и не было ни одного такого знакомого, который что-то бы плохое сказался, и наоборот, писали, умничка, молодец, пожалуйста, я буду смотреть, выпускай новое видео почаще, мне просто было так приятно, даже люди, с которыми я уже давно не общалась, мои бывшие одноклассники, они все меня так хвалили, и говорили, что смотрят мои видео, и очень классно, и мне... боже, мне так приятно, я не знаю, мои родственники, которые говорят, что очень классные видео, и смотрели, и просто переживали, все видео за меня, а там видео про права всем понравилось, я не знаю, я знаю, что многие знакомые, которые знают меня в жизни, посмотрят это видео, и знаете, я вас очень ценю и люблю. Также я вам хочу сказать, что я в новом году, в 2021, это, наверное, первая цель, которая сейчас у меня стоит, увеличу все свои показатели подписчиков, просмотров, активов, все хочу увеличить 10 раз, и пусть это будет огромная цель для меня, потому что, на самом деле, это будут уже немаленькие цифры, и я хочу научить как можно больше количества людей английскому, я уже говорила, что если хотя бы один человек выучит по моему каналу английский, это будет очень классно, потому что мне пишут люди, говорят, боже, я посмотрела твое первое видео, оно меня так вдохновило, я хочу дальше продолжать, я хочу там учиться за границей, и спасибо за то, что ты делаешь, и я просто думаю, боже, первое, что я подумала, это уже первое видео, такой кринж, а второй, я подумала, и правда, я хотела удалить это видео, потом думаю, а может и правда, это кого-то мотивирует, и я не буду ничего там удалять, как-то редактировать, и это людей мотивирует, учит, я рассказываю свой опыт, потому что это очень классно, и я решила увеличить, ну, не решила, а нужно увеличить количество контента, потому что я хочу сейчас заснимать, мне кажется, что именно сейчас в моей жизни будут происходить какие-то глобальные изменения, не только в плане внешности, но и личности, потому что я хочу как-то расти, я хочу изучать новые языки, я хочу путешествовать, пожалуйста, если всё было максимально комфортно, поэтому в этом году у меня цель всё увеличить в 10 раз, а также моя очень глобальная цель, я хочу создать свой англоязычный канал, потому что мне нужно развивать свой акцент, мне нужно также работать на международную аудиторию, потому что это является моей целью, и я не могу вам сейчас раскрыть все карты, но на самом деле международная аудитория, это очень важно для меня, и я смогу как-то развиваться, потому что даже искать материал для людей с другим менталитетом это очень максимально интересно для меня, и я очень углублена в эту западную культуру, и мне очень это интересно и важно. Также многие знают, если не знают, то у меня есть видео на канале об этом, я в этом году сдала на права, так как в августе мне исполнилось 18, и в октябре я уже получила свои права, я долго к этому шла, боже, сколько было слёз, сколько было истерик, я училась ещё сама, ну папа меня учил ездить на машине ещё, наверное, с мая месяца или с июня, и у меня просто даже не получалось, я думала, что мне не дано, было сколько ссор, потому что, я не знаю, мне было так страшно, мне до сих пор страшно, потому что я не сильно много часто сейчас езжу, но на самом деле, потому что не надо, я думала, что я буду там на учёбу ездить часто, почти каждый день, я думала, что буду Владу возить в художественную школу, но так как сейчас мы сидим дома, то мне так часто не нужно, я выезжаю типа раз в неделю или два иногда, но не так часто, не каждый день, но всё-таки я вам скажу, что я очень хорошо вожу, сдала на права, слава богу, и сейчас мне это уже нравится, особенно, когда я сама езжу, чтобы никто мне под руку не кричал, никто меня не учил, да, папа, и это всё нормально, это всё придётся опытом, и это очень классно, мне на самом деле, чем чаще я езжу, тем больше уже начинает нравиться, а у меня пропадает какая-то тревога, потому что на самом деле это же опасно, это нелегко, я думала, на это намного легче, я езжу на механической, поэтому это нелегко, даже и в плане того, что нужно переключать все эти передачи, плюс я еду по городу иногда, и меня так как-то аж замыкает, я думаю, боже, всё ли я правильно делаю, или я что-то, ну, вообще туплю как-то, что-то сильно легко, и мне кажется, что я что-то неправильно делаю, но всё хорошо, всё опять же таки придётся опытом, и всё будет отлично, поэтому не бойтесь делать что-то новое, как-то преодолевать свои страхи, потому что я когда первый раз садилась, у меня просто было максимально, она ещё, я не могла даже съехать с места, я глохла, и, боже, говорю, зачем мне это, я не хочу эти права, я не буду их получать, но потом, слава богу, всё хорошо у нас, получили права, я сейчас сижу в своей машине, и ещё, я вот здесь вот написала план, чего я хочу добиться в этом году, также я хочу добиться, это огромный будет шаг для меня, я хочу добить монетизацию, все знают, чтобы получить монетизацию в ютубе, нужно набрать тысячу подписчиков, которые, ну, мне не так далеко, я думаю, поэтому подпишитесь на мой канал, а также мне нужно набрать 4 тысячи просмотров, 4 тысячи часов просмотров, 4 тысячи, 4 тысячи часов просмотров за последние 12 месяцев, даже хотя бы если вы будете смотреть мои видео, там, 20 минут в день, это очень мне поможет, потому что если мы будем одной большой командой, мы сможем сделать это, я в вас верю и верю в себя, странно, да? Ладно, я ещё месяц назад говорила, что у меня ничего не получится, я просто неудачник, и все мне пишут, отвечают на историю в инстаграме, да успокойся, ты не неудачник, всё у тебя хорошо, у тебя всё так получается, у тебя все показатели идут вверх, а я просто такая сижу и думаю, я в новом году перестану сравнивать себя с людьми из интернета, потому что мне кажется, что у меня просто ничего не получается, вообще ничего, или же настолько медленно, что с меня просто начнут скоро смеяться, что у меня всё настолько медленно, но я хоть это и не записала, но я только что это подумала, что я перестану сравнивать себя с людьми из интернета, потому что всё, что мы вылаживаем в интернет, это просто выжимка всего самого лучшего и показательного. Ничего не бывает идеального, не бывает идеальной жизни, не бывает идеальной карьеры, всё бывает, везде бывают взлёты и падения, поэтому это нормально, если у вас где-то упали какие-то показатели по просмотрам, у меня тоже иногда такое бывает, поэтому всё нормально, особенно когда я часто не пущ, Поэтому от этого выходит предыдущая моя цель, что нужно чаще постить, чтобы был актив, и вследствие этого будут добавляться новые подписчики, будут добавляться часы просмотров, будет добавляться количество просмотров и активность. Поэтому это всё взаимосвязано, и самая главная проблема у нас в голове, когда мы начинаем сравнивать себя и просто не делаем ничего, я просто замыкала себе, не могла смотреть на себя, я включала камеру и говорила, боже, я не выгляжу как Кайли Дженнер, боже, я не выгляжу как Кайли Дженнер или же модель Victoria's Secret, боже, я не буду снимать видео, люди не могут на меня смотреть, кошмары. И я с этим потихонечку борюсь, и надеюсь, что у вас таких проблем в жизни так же не будет. Что ж, всем огромное спасибо за просмотр, я вас очень всех ценю, я вас очень всех люблю, вы знаете, боже, я... Я даже, если честно, для кого-то это могут быть маленькие цифры, маленькие достижения, но я просто не ожидала, что я добьюсь этого в этом году, я максимально надеюсь, что у меня будет там 50 подписчиков и все знакомые, там до 100 просмотров, потому что... Я не знаю, я очень благодарна вам за такой актив и за то, что меня все поддерживают, это очень хорошо. Спасибо огромное! Всем вам в 2021-м желаю быть здоровыми, это самое главное, если у вас будет здоровье, у вас будет все, вы всего добьетесь. Также, чтобы вы всегда были замотивированными что-то делать, что-то... что-то делать, то, что улучшает вашу жизнь, улучшает ваше качество жизни. Это очень важно, не стоять на месте, тем более не скатываться вниз, всегда ставьте для себя высокую планку и тянитесь к ней. Что ж, ребята, огромное спасибо вам за просмотр. Теперь, чтобы... боже, такая наглая, ладно. Теперь, чтобы увеличить количество моих просматриваемых часов, посмотрите какое-нибудь видео здесь на подсказках. Всем огромное спасибо, всем пока! У меня уже голос сел. Всем пока, удачи, пока-пока!